Добрый вечер, отцы и братья, сестры, матушки и дети. Продолжаем с вами изучать лестницу, степень седьмая, часть третья. Кто пребывает во всегдашнем плаче по Богу, тот не перестает ежедневно духовно праздновать. А кто всегда празднует телесно, того ожидает вечный плач. Мысль такая известная, не новая. Пример есть евангельская притча о богатом человеке, богаче и Лазаре. И богатый праздновал на всяк день светло, а Лазарь находился в плаче. И потом, при переходе через порог этой жизни, Лазарь утешался уже, радовался, а богач плакал. Нет радости для осужденных в темнице, нет праздника на земле и для истинных монахов. Посему-то сладко плачущий пророк и говорит со стинанием, изведи из темницы душу мою, и в радость неизвеченного твоего света. Сама глава, это степень седьмая, называется о радостно-творном плаче. То есть о таком плаче, который потом превращается в радость. Почему? Потому что человек, плачем своими слезами, плачем по Богу, плачем о своих грехах, он очищает свою душу и входит в благодать, и сердце человеческое веселится. А в этом случае, говорится, нет радости для осужденных в темнице, нет праздника на земле и для истинных монахов. Имеется в виду, что монах не утешается какими-то такими земными утешениями, не празднует, как тот богач, а пребывает в плаче, в покаянной молитве Богу. Будь как царь в сердце твоем, сидя на высоком престоле смирения, и повелевай смеху, иди и идет, и плачу сладкому, прииди и приходит, и телу сему рабу, и мучителю нашему, сотвори сие и сотворит. Есть такая поговорка в русском языке «без царя в голове» или еще «сам себе не хозяин». К сожалению, это состояние большей части людей, состояние даже наше с вами, когда мы зачастую не свободны, а вынуждены исполнять волю дьявольскую, волю страстей своих, поскольку находимся под гнетом страстей. А когда уже свободу обретаем в Боге, тогда действительно мы повелеваем всеми силами души своей, повелеваем, то есть имеем власть над страстями. Вот это такое блаженное состояние уже. Действительно человек начинает быть свободным. «Кто облегся в блаженный и благодатный плач, как в брачную одежду, тот познал духовный смех души, то есть радость». Ну, мы тут можем вспомнить преподобного Серафима Саровского, который радовался, когда уже стал святым человеком, и его радость передавалась и всем посетителям, и он даже встречал так «Христос воскресе, радость моя». Всех людей так встречал, потому что он облегся в блаженный, благодатный плач, как в брачную одежду. Есть ли такой инок, который бы все время свое в монашстве провел столь благочестиво, что ни дня, ни часа, ни мгновения никогда не потерял, но все время посвящал Господу, помышляя, что невозможно всей жизни увидеть дважды один и тот же день. Также преподобный Серафим Саровский говорил, что если бы нам было дано познать рай и ад, если бы душе показал Бог, то человек был бы готов пребывать в келье, даже если она была бы полна червями, и нести этот подвиг. Ни на что бы не роптал, а только время этой жизни использовал для покаяния. Также вспоминается из романа Достоевского «Идиот», когда очень автобиографично Достоевский через своего героя, князя Мышкина, рассказывает впечатление человека, который был приговорен к расстрелу, и уже мешок был на голове его. А, нет, даже мешок не одевали, потому что он видел, и ему дали уже пять минут до расстрела. И вот он думал, распределил, одну минуту он оставит для того, чтобы попрощаться с товарищами своими, вторую, чтобы простить всех, что ли, и потом последнюю минуту оставит уже для себя, чтобы подумать о вечности. И он тогда подумал, что если бы была ему дарована жизнь, уж он бы каждый миг прожил с избытком, ни секунды бы не потерял. А потом у этого рассказчика спрашивает одна из дочерей епанченных, и говорит, ну что вот его помиловали, а он не растерял ни минуты? То есть, тот говорит, ну, к сожалению, все-таки потерял много времени. То есть, перед лицом смерти, перед лицом вечности, время наше здесь, земное время, оценится уже по-другому. И помните, еще из разных сказаний, разных святых, жития святых, там говорится, что, когда человек, допустим, умирал, как сейчас говорят, клиническая смерть, да, потом был возвращен к жизни, тогда он предавался плачу. И некоторые еще видели людей грешных, которые говорили, да, если бы мне было сейчас дано время на земле хоть каяться в грехах, я бы готов инвалидом быть, лишь бы было земное время. Вот насколько ценна наша земная жизнь, каждое ее мгновение. Тут об этой ценности и говорится. Блажен инок, могущий взирать очами души на умные силы, то есть видеть ангелов. Но тот поистине предохранен от падения, который вследствие пометования смерти и грехов своих всегда орошает ланиты свои живыми водами чувственных очей. И трудно мне поверить, чтобы первое устроение могло произойти и быть твердым без последнего. То есть, говорит, и трудно мне поверить, что человек бы сподобился истинного созерцания ангелов без того, чтобы пройти сначала поприще плачем и пребывать в нем. Говорит, а если даже это и возможно, то не твердое такое состояние. То есть, говорит о том, что святость достигается плачем и предохраняется от падения тоже плачем. Покаянное покаяние. Видал я просителей и бесстыдных нищих красноречивыми словами вскоре преклонявших сердца и самих царей на милость. И видал я нищих искудных в добродетель, которые некрасноречивыми, но смиренными, неясными и недоумение исполненными словами из глубины безнадежного сердца, бесстыдных, и не наступно взывали к царю небесному. И как бы насильно исторгали милость у того, у которого естество не подвержено никакому понуждению. Интересно сказано, несколько необычно, бесстыдно и не наступно. Но имеется в виду не то, что нагло, а имеется в виду, что презирая весь свой стыд, обращались к Богу с покаянием. То есть, говорит, как и в мирском житии, бывает, что нищие даже и обманным путем умилостивляют благодетия, чтобы им давали деньги. Подобно этому и люди, которые желают достичь царства небесного, могут слезами покаяния, смирением, даже написано, как бы вырвать свое спасение у царя небесного и спросить. И здесь говорится, что сам царь небесный, то есть Бог, он ничего не зависит, он совершенно свободен. Но здесь Бог, как бы, позволяет грешникам понуждать его, Бога, к прощению грехов этих людей. То есть, Бога ничто, казалось бы, не может понудить, он совершенный творец, всесильный. Но так Бог устроил, что слеза грешника преклоняет Бога на милость. «Кто слезами своими внутренно гордится и осуждает в уме своем неплачущих, тот подобен и спросившему у царя оружие на врага своего и убивающему им самого себя». То есть, говорится о том, что вот человек подвигом и спросил себе дар слез, но потом стал гордиться этим даром, а еще больше повинен в том, что презирать других стал. То есть, превозноситься над другими людьми. И, говорится, неразумно так пользоваться этим даром. Человеку дар, который должен служить спасением, ко спасению он служит осуждению из-за того, что он гордо принимает этот дар. «Бог не требует братья и не желает, чтобы человек плакал от болезни сердца, но чтобы от любви к Богу, к нему радовался душевным смехом». То есть, радость. «Отыми грех, и излишне будут болезненные слезы, чувственным мочам, ибо когда нет раны, то не нужен и пластушь. У Адама прежде преступлений не было слез, как не будет их и по воскресенью, когда грех упразднится, ибо тогда отбежит болезнь, печаль и воздыхание». Ну, то есть, говорится о том, что изначально Бог не задумал человека плачущим, но человек своими грехами низвергает себя в страну плача. Как Адам изгнал себя из рая грехом и гордостью, так и мы сами, получается, своими грехами делаем необходимым и плачем. «Видел я в некоторых плач и видел других, которые плакали о том, что не имели плача. Сие последние, хотя и имеют плач, думают, что он его не имеет, и добрым неведения своим сохраняются от окродения. О них-то сказано, Господь умудряет слепцы. Быть может, сначала не ясно значение этого изречения, но суть такая, наверное, можно сравнить с советом Христа, чтобы левая рука не знает, что делает правая рука. То есть, человек, который получил дар плача, он это осознает, ну, есть опасность, что он скажет, ну, это же только святые имеют плач, значит, я плач имею, значит, я уже святой. Ну, так опасно. А есть люди, подвижники, которые, ну, видимо, такого дара слез не имеют, но об этом все время воздыхают, окаевают себя, вот я ничего не имею. Наподобие, знаете, как вот мытарь стоял и бил себя в грудь, «Будь милостив, мне грешно». Вот, тогда Господь ублажил мытаря этого кающегося, и здесь сказано, что человек, который плачет о том, что не имеет плача, не имеет дара, плачет, он как бы охраняется от падения, потому что он не видит свой дар и в добром неведении пребывает. Ну, я лично видел таких братьев в монастыре, которые, на самом деле, довольно-таки подвижнически живут, но такого о себе смиренного мнения, это просто интересно за ними наблюдать, как в книге «Не святые, святые» пишутся, они себя считают за ничто, хотя, объективно сказать, там, конечно, есть определенная степень подвижничества. Часто случается, что и слезы надмивают легкомысленно, потому они и не даются некоторым. Таковы, стараясь не искать, и не находя их, окоевают себя, осуждают, и мучат себя воздыханиями и сетованием, печалью и души, глубоким сокрушением и недоумением. Все сие безопасно заменяет на них слезы, хотя они ко благу своему вменяют это ни во что. Ну, здесь мысль, сходная с предыдущим изречением, бывает так, что Господь видит, если явно дать дар слез, то человек может возгордиться, и тогда Господь, ну, знает такое состояние, окамененное сердце. Господь попускает несколько такое состояние, что сердце человека окамененное, он не находит в себе такого сокрушения, и вот он об этом плачет. И все равно видит, что сердце все равно не растапливается. И он все время в сокрушении пребывает, спасусь я или не спасусь, потому что сердце не откликается ни на молитву, ни на покаяние. Но это уже покаянный настрой. Но они этого не ощущают, что они в правильном состоянии находятся. Если будем наблюдать, то найдем, что бесы часто горько над нами насмехаются, ибо когда мы насытились, они возбуждают в нас умиление, когда же мы постимся, ожесточают нас, чтобы мы, пресившись ложными слезами, предались наслаждению матери страстей. Но им не должно покоряться, а делать противное. Знаете, есть такое в православном народе поверие, что пост начался, вот искушение, это просто пост искушения. Слышали такое изречение. Вот как пост, значит, искушение, это первая неделя, поэтому тут много искушений. И прочее. Действительно, вот здесь говорится, что когда человек начинает поститься, то бесы ожесточают его сердце, он становится раздражительным, становится. Отчасти это, конечно, связано действительно с чисто физиологией. Человеку счет не достает, вот, и он несколько, может быть, раздражен. Но, а в то же время покушал, добрее стал. Но нельзя обманываться. Думает, чтобы быть добрым, надо сытым все время быть, в неге пребывать тогда. А все-таки нужно и подвязаться, но в то же время смягчать свое сердце, ну, таким внутренним плачем. И даже если, когда мы начинаем поститься, подвижничать, становимся жестокими, не бросать подвиг, а вооружаться против этой жестокости, в общем-то, в ней каяться. Так интересно, один ученик говорит старцу, старец, я слышал, что от подвига бывает возношение, гордость. Старец говорит, уж не от ленности ли бывает смирение? То есть, цель подвига, конечно, смириться. Смирению помогает и умеренный подвиг. Желательно, ну, нужно быть под руководством духовника, опытного, с откровением помыслов. А дьявол так хитро делает, что начинаешь подвизаться, все, он раздражение нагоняет, других людей против тебя нагоняет. Перестаешь подвизаться, расслабляешься, все в неге, и он все вокруг делает по-доброму, у тебя уродит добро в сердце, и так он расслабляет человека. Вот, поэтому надо и подвизаться, а против раздражительности уже, соответственно, тоже. Надо подвизаться. Размышляя о свойстве умиления, изумляюсь тому, каким образом плач и так называемая печаль заключают в себе радость и веселье, как мед заключается в суть. Чему же и сего научаемся? Тому, что такое умиление есть поистине дар Господень. Нет тогда в душе без сладостной сладости, потому что Бог утешает сокрушенных сердцем сокровенным образом. Для показания силы и снегоплача и от сокрушения происходящее, по стекающей пользе, выслушаем следующую душеполезную и трогательную повесть. смысл этого изречения такое, можно сказать, все это составляет риторический вопрос. Почему же мы говорим о плаче и говорим, что он творит радость? И, видимо, в следующем пункте будет ответ. Тут целая повесть о Стефане. Закрыл споряжение. Ну, тогда дальше без презентации. Жил некто Стефан, который, любя пустынное безмолвное житие, многие лета провел в монашеских подвигах и просиял различными добродетельными. В особенности же украшен был постом и слезами. Он имел прежде келью на скате Святой горы, где жил некогда святой пророк и боговидец Илья. Но потом сей достохвальный муж принял намерение действительнейшего, суровейшего и строжайшего покаяния и удалился в место пребывания отшельников, называемое Сиддин. И там провел несколько лет самая строгая и суровая жизнь. Ибо то место лишено было всякого утешения и удалено было от всякого пути человеческого, так как находилось в расстоянии семидости поприщ от селения. Перед кончиной своею старец возвратился в келью своей на Святой горе, где имел и двух учеников из Палестины, весьма благоговейных, которые охраняли келью старца в его отсутствии. Прожив там немного дней, старец спал в болезнь и скончался. За день же до кончины своей он пришел в иступление и с открытыми глазами озирался то на правую, то на левую сторону постели своей и как бы эстезуемый кем-нибудь он слух всех предстоящих говорил иногда так. Да, действительно, это правда, но я постился за это столько-то лет, а иногда нет, я не делал этого, вы лжете. Потом опять говорил так истинно, но я плакал и служил братьям, иногда же возражал нет, вы клевещете на меня. На иное же отвечал так, действительно так и не знаю, что сказать на сие, но у Бога есть милость. Поистине, страшное трепетное зрелище было сие, невидимое и немилостивое истязание и что всего ужаснее, его обвиняли и в том, чего он не делал. Увы, безмолвник и отшельник говорил о некоторых из своих согрешениях, не зная, что сказать на это, хотя он около сорока лет провел в монашестве и имел дарование слез. Увы мне, увы мне, где было тогда слово Езекиилева, чтобы сказать истязателям, в чем застану, в том и сужу, благолит Бог. Ничего такого он не мог сказать, а почему? Слава единому ведущему, некоторые же, как пред Господом, говорили мне, что он, Стефан, и леопарда кормил из рук своих в пустыне. В продолжении сего истязания, душа его разлучалась с телом, и неизвестно осталось, какое было решение и окончание сего суда, и какой приговор последовал. Все это рассказывается в пояснении предыдущего. Сейчас вспомню, что здесь у нас. Предыдущий такой пункт. Размышляя свойства умиления, изумляюсь тому, каким образом плач и так называемая печаль заключает в себе радость и веселье, как мед заключается в соке. И для показания силы и многоплачия и от сокрушения проистекающей пользы послушаем следующую повесть. Смысл повести, что человек и отшельник и то был истязуем, хотя даже чудеса творил, леопарды из рук кормил. Но, видимо, это приведено к тому, чтобы не оставлять подвига плача и не надеяться на подвиг. Помните, может быть, еще такая повесть есть о Марке Фрочесском, который жил на горе, который творил чудеса, и сказано еще, что его душа была на один час задержана на мытарствах. То есть, может быть, этот святой, раз задержка была, видимо, может, отчасти понадеялся на свой где-то подвиг, и Господь его так смирил. Видимо, не хватало еще несколько смирения. Как вдова, лишившаяся мужа и имеющая единородного сына, в нем одном по Боге имеет утешение, так и для падшей души нет иного утешения при исходе из тела, кроме трудов поста и слез покаяния. Плачущие не воспоют и не воскликнут в песне, ибо всем истребляется плач. Ну, то есть, чтобы человек находился в подвиге плача, чтобы он всякие веселые песни не распевал. Это нелогично, плакать и распевать песни. Если же ты этими средствами стараешься призывать Его, то ты далеко еще от всего делания, то есть призывать плач. Ибо плач есть укоренившийся от навыка скорбь души, имеющий себе огонь божественный. То есть, вот что такое истинный плач. Это скорбь души, имеющий себе огонь божественный. Плач бывает у многих притечи блаженного бесстрастия, предукрасив, предочистив душу и потребив страсти. Ну, само бесстрастие это первая стадия святости. то есть, все равно, что бесстрастие это значит, ну, страсть это болезнь, а бесстрастие значит здоровье, духовное здоровье. Потом уже дается дарование, когда есть бесстрастие, когда нет уже страсти. Один искусственный делатель сего добра сказывал мне, когда я чувствовал стремление к тщеславию или к гневу или к насыщению чрева, тогда помышление о плаче внутренне обличало меня и говорило, не предавайся тщеславию, иначе я оставлю тебя. Подобным образом удерживало оно меня и от других страстей. Я говорил ему, никогда не прислушаю тебя, пока не приставишь меня Христу. То есть человек получил дар слез плача покаянного. И когда вдруг принадлежало какое-то искушение, какой-то соблазн расслабиться, насладиться чем-то, то как вторая совесть, это добродетель обличала его. Если ты так расслабишься, то я покину тебя. А он очень дорожил, потому что многими трудами стяжал эту благодать и очень дорожил. Итак, в бездне плача находится утешение и чистота сердца получает просвещение. Просвещение же есть неизреченное действие, неведомым образом разумеваемое и невидимо зримое. Утешение есть прохлаждение болезнующей души, души, как младенец и плачет внутренне и вместе радостно улыбается. В заступлении есть обновление души, погруженной в печаль, которая чудесным образом превращает болезненные слезы в сладостные. То есть, здесь говорится, что когда человек имеет истинный плач, истинное покаяние, то Господь дарует ему второй дар. Это дар умиления, некого утешения. Господь как бы показывает душе, что я рядышком, я здесь, прощаются тебе грехи твои. Господь утешает душу. Ну, на этом с вами закончим. Хотя еще пару минут, наверное, давайте немножко осталось, поэтому. Слезы об исходе всей души и всей жизни рождают страх. Ну, кто боится смерти, ну, так, по-мирски боится смерти, то у страхи пребывает. А когда страх породит безбоязненность, то есть упование, тогда воссияет радость. Когда же до синия конца радость нескончаемая прозябает свет святой любви. Такая последовательность. Дальше. Рукою смирения отвергай приходящую радость, как недостойно ее, чтобы не обольститься ею и не принять волка вместо пастыря. Помните, в Отечнике есть такое сказание, один подвижник молился, и явился ему ангел, говорит, я ангел послан от Бога. Подвижник говорит, ангел подумай, может быть тебя к другому послали, потому что я-то недостоин видеть ангелов. И так смирился, и вот конкретно здесь так и говорится, рукою смирения отвергай приходящую радость. То есть такие дарования, по крайней мере, надо сказать, недостойны. Не стремись к видению не вовремя, к видению, ну то есть духовное видение не надо стремиться. Пусть лучше само оно, привлеченное красотой твоего смирения, придет к тебе, обнимет тебя и соединится с тобой чистейшим браком на веки веков. То есть ну вы знаете, что получение святых нельзя искать каких-то особо благодатных состояний, видений, откровений, это может привести к прелести. Ну просто приводить в подвиге смирения, а если Господь пожелает как-то утешить, это уже дело Божье. С самого начала, когда младенец начнет познавать отца своего, он весь бывает исполнен радости и печали. Радости, потому что опять зрит вожделенно, а печали, потому что столь долгое время лишен был видения любезнейшей ему красоты. Матерь также иногда скрывает себя от младенца, и видя с какой скорби он ищет ее, веселиться. И таким образом учит его всегда прилипляться к ней и сильнее воспламеняет любовь его к себе, имея уши слышите, да слышат. Сравнивается подвиги души, состояние души, разлученной с Богом, состояние младенца, от которого по временам скрывается мать, приучая, чтобы он искал ее всегда. осужденный преступник, который выслушал смертный приговор, не будет уже заботиться об учреждении зрелищ, и истинно плачущий не обратится ни к наслаждениям чувственным, ни к славе, ни к гневу и спыльчивости. Плач есть укоренившийся скорбь, кающейся души, которая на всякий день прилагает скорбь к скорби, по подобию рождающей и страдающей жены. Праведен и преподобен Господь, безмолвствующему с раструждением Он премудро дарует умиление и благоразумно повинующегося ежедневно веселит. А то ни того, ни другого пути не проходит законным образом, тому плач и не дается. Отгоняй адского пса, который приходит во время глубочайшего плача и представляет тебе Бога неумолимым и немилосердным. Наблюдая за Ним, ты видишь, что Он же прежнее грехопадение называет Бога человеколюбивым, милосердным и снисходительным. Вот эта мысль, она уже третий раз встречается. Так кратко скажу, что когда дьявол представляет там какое-то искушение, соблазн, то он говорит, ну ничего, Бог простит, он добрый, он простит, а когда человек уже согрешает, то дьявол говорит, Бог неумолим, ты погиб, Бог никогда тебе этого не простит, так что ввергайся уже в другие грехи. Вот это так дьявол делает. Дальше. От всегдашнего упражнения рождается навык. Навык обращается в чувство. А что делается в чувстве, то бывает неудобо, отъемлемо. Есть такая латинская поговорка, что привычка вторая природа. Так и здесь говорится, что человек упражняется в духовном упражнении, то есть в плаче о грехах своих, потом это в навык обращается, и потом привычку, а потом это уже как чувство становится душе, неотъемлемо, как говорят, черта характера, человек становится умиленом таким. Хотя мы и великие подвиги проходили в жизни нашей, но если мы не приобрели болезнующего сердца, то все они притворны и суетны, ибо тем, которые, так сказать, после омовения осквернились, необходимо поистине очистить руки свои неослабным огненным сердечным и леем милости Божьей. То есть говорится, что все подвиги наши без покаянного плача ничто. Ну, это то же самое как смирение. Без смирения подвиги даже опасны. Видел я в некоторых крайний предел плач, от скорби болезнного и уязленного сердца, они чувственным образом извергали кровь из уст. Видя это, я вспомнил сказавшим, уязвен бых, як отрава и исше сердце мое. Слезы от страха сами в себе имеют трепет и хранение. Слезы же от любви прежде совершенной любви в некоторых людях бывают отрадываемы. Разве только великий он и преснопамятный огонь возжет сердце во время действия. И поистине удивительно, как смиреннейшее свое время пребывает тверже. О чем здесь говорится? Вы слышали, наверное, когда протестанты говорят, что не надо ни о чем плакать. Христианство это религия радости. Надо бросаться в объятия Христа. И здесь говорится, что надо сначала иметь слезы страха. То есть слезы связаны с осознанием своей греховности, отдаленности от Бога, страстности. И когда вот эти слезы пройдут, может быть, потом Бог даст другие слезы, связанные уже с любовью к Богу. А сразу бросаться в объятия Христа. Один богослов говорит, а вы не боитесь быть опаленными? То есть человек в страстях и бросается к Богу. Нет, надо очищаться сначала. Есть вещи, которые сушают источник наших слез, и есть другие, которые рождают в них тину и гадов. Через первые лод беззаконно сокупился с дочерьми, а через вторые дьявол пал с неба. То есть иссушают источники слез, получается, всякие телесные грехи, а тину и гадов рождают среди этих слез грехи гордости и тщеславия дьявольские. Велика злоба наших врагов, так что они матерей добродетели делают матерями зол, и средства к достижению смирения превращают в источник гордости. Часто самые местоположения жилищ наших и виды призывают сердце к умилению. В этом уверяет нас пример Иисуса Ильи и Иоанна, молившихся в уединении. Но я видал, что у некоторых и в городах и среди молвы возбуждаются слезы. Это бывает по злоумышлению лукавых бесов, чтобы мы подумали, будто никакого вреда не получаем от этой молвы, и чтобы сближались с миром. Здесь говорится, что хитрые бесы, они даже наши подвиги какие-то, даже дары Божии хотят обратить нам во вред. Погибель, чтобы мы возгордились, чтобы мы исказили свой подвиг. И бывает так, что одни в подвиге живут, а другие стремятся в города, и которые в города перешли, монахи, у них сразу все дарования открываются. Дьявол специально так делает, не нападает сильно на них, чтобы другие видели, ух ты, там быстрее дарования, и все стремились из пустыни в город. Часто одно слово истребляет плач, но было бы чудо, если бы одно же слово и превращало, возвращало он их. То есть долгими трудами стяживается плач и другие добродетели, но потерять их можно и одним словом, то есть дерзостью даже мыслью плохой, гордой мыслью можно лишиться дарования мгновенно. Мы не будем обвинены в братьях, не будем обвинены при исходе души нашей за то, что мы не творили чудес, что не богословствовали, что не достигли видения, но без сомнения дадим Богу ответ за то, что не плакали непрестанно о грехах своих. И заканчивается седьмая степень. То есть некоторые даже, я помню, встречал людей, которые переживают, что они не могут чудеса творить, как Серафим Саровский. Вот я ничего не достиг. И здесь говорится, что за это мы не будем истязаны, что мы не воскрешаем мертвых, но то, что мы не плачем о своих грехах, в этом дадим Богу ответ. Степень седьмая. Сподобившись достинуть ее и мне да поможет, ибо сам он получил уже помощь, омывшись на сей седьмой степени от скверн века сего. Так интересно святой Иоанн Лесичник смиряется, говорит, если кто достиг, помолись обо мне, чтобы мне тоже достичь. Благодарю за внимание, дорогие отцы.